Всем привет! Меня зовут Гущин Кирилл, я разработчик удилищ Нарстрим и сегодня я выступлю в немножко не характерно для себя амплуа. Я расскажу вам про новые удочки от Нарстрима серии Альянс. Сразу понятно, что это средний бюджет, ближе к совсем бюджетно-рочностям. И вот у нас появилось два варианта, две серии удилищ. Одна из них маховая с глухой оснасткой с длинными 5-6-7 и вторая это баллонское удилище, удилище с кольцами с длинными 4-5-6. Я ловлю на поплавок, как у нас ловят на поплавок процентов 99 рыбаков и вот поэтому под такую рыбалку я и решил сделать вот два варианта. удилище маховое и удилище баллонское. Значит, что в итоге получилось? В итоге получились достаточно надежные, не сильно тяжелые, но вот для справки там пятерка пола весит 225 грамм. С одной стороны, это не пушинка, есть варианты намного легче. С другой стороны, здесь надежность и жесткость она как минимум присутствует. Причем жесткость удилищ средняя, надежность достаточно высокая. Для чего вот это вот? Чтобы можно было спокойно идти ловить рыбу, абсолютно разную рыбу, разного размера, в разных условиях. Ну, там мы выбираем длину, соответственно, и плюс выбираем, как бы, даже на пятерку бывает с той же лодки там, либо с обрызгых берега ловится довольно крупная рыба. Я, например, ловил там лещи полтора-две килограмма. Поэтому цель задача была простая. Сделать оптимально недорогой вариант, максимально легкий, при этом надежный и не мягкий. То есть это не кол, это не струна, потому что если бы мы сделали струну, она была бы, в принципе, неподъемная за эти деньги. За такие деньги, объясняю, там цена вопроса там в районе от трех с половиной, вот, например, глухие удилища от трех с половиной до пяти с половиной, и это при длине 5-6-7. Баллонки у нас 4-5-6, вот, и цена вопроса там чуть-чуть подороже. За эти деньги получить, как бы, шедевр нет, а вот получить хорошего крепкого середняка, который будет хорошо работать с разной оснасткой поплавка, с разной рыбой, вполне себе возможно. И вот оно, собственно говоря, получилось. Средняя жесткость, возможность вываживания довольно крупной рыбы, пролещая полтора, как бы я уже сказал, тот же момент не сильно тяжелая. То есть, пожалуйста, есть там стекляшки, которые весят немного, которые можно ловить разную рыбу, но оно будет тяжелое. Здесь мы постарались вот сделать такой оптимал между ценой, мощностью, весом и жесткостью. Ну, вроде как получилось. То есть, по крайней мере, серьезным специалистам, которым я эти уже удилища показывал, как бы, серьезные специалисты, они все сказали, что да, своих денег стоит. Ну, собственно говоря, наверное, про вот это больше ничего говорить не надо. Ну, скажу про карбон. Здесь смесь высокомодульника со средним модульником, потому что чистый высокомодульник, если делать прочно и хорошо, это будет сильно дороже. Чистый средний модульник будет тяжелее. Поэтому здесь у нас смесь идет. Вот. Наверное, больше сказать-то и нечего. То есть, у Нарстрима теперь есть удочки. Удочки есть именно такой условно-бюджетной ценовой категории, в которой можно совершенно спокойно ходить, ловить разную рыбу в разных местах. Ну, и, соответственно, я думаю, что вполне себе успешно. Ну, на этом, наверное, все. Про удочки мне вот что-то конкретное сказать больше нечего. Поэтому всего доброго, до встречи на воде, может быть, увидите меня даже и с поплавком. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова